В спектакле «Я скучаю по тебе» студенческого театра «Переход» стал лучшей премьерой ушедшего года. Рейтинг составила газета «Комсомольская правда». За кубок и любовь зрителей боролись 13 спектаклей. Их подготовили кукольные, драматические, студенческие и музыкальные театры, а также театр юного зрителя. У нас в Рязани очень хороший зритель, и он тянется у нас в абсолютно любой театр. И полные залы, и аншлаги были и в музыкальном театре, и в театре «Переход», и в театре «Нособорный», во всех абсолютно рязанских театрах. Полные залы мы наблюдали. Особенно на премьерах, конечно же. В голосовании приняли участие более 700 зрителей. Театр «Переход» набрал 17,9 балла. Это всего на 0,2 и больше, чем у Лафертовской маковницы театра «Кукол». Оценка складывалась из суммы среднего балла членов жюри и отзывов зрителей на сайте. Увидев спектакли, я понял, что эти спектакли играют настоящие артисты, пусть молодые, но в этом их преимущество. Они еще не устали жить, им нравится жить. Им нравится испытывать какие-то эмоции. Этот эмоциональный настрой молодых артистов, он и передается зрителям. Может быть, поэтому зрители так и любят этот театр. Идея спектакля «Я скучаю по тебе» родилась 50 лет назад. В его основу легла пьеса одного из лучших драматургов 20 века Александра Володина. В оригинале она называется «С любимыми не расставайтесь» и входит в школьную программу. Поэтому центральной задачей для режиссера стало осовременивание произведения. Еще тщательнее нужно отделить главную тему от побочных каких-то, даже может быть, не очень отвечающих сегодняшней жизни моментам. Артисты Вячеслав Журавлев и Александра Аверина играют судей, которые ведут дела о разводе семейных пар. Сыграть мистических персонажей помог личный опыт. Ребята признаются, что им пришлось не вживаться в образ, а максимально привносить в постановку собственную индивидуальность. Несмотря на то, что они провели множество репетиций и не раз выходили на сцену, артисты продолжают волноваться. Сейчас уже понимаешь, что гораздо лучше, плаваешь в материале. Ну и в то же время ответственности больше, потому что уже, который спектакль, и если ты себя полностью распустишь и не будешь волноваться, то это, может быть, сыграет тебе не очень хорошо. Настроиться на очередной спектакль помогают нехитрые дыхательные упражнения и приемы концентрации внимания. Ведь для зрителей театра каждый показ единственный, а значит, нужно удивлять. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».